Всем привет! В этом ролике я вам покажу топ-15 лучших машин по скорости и по управлению. Надеюсь, что вам данный ролик понравится, потому что подобных роликов мало. Я думаю, что информация будет полезная, интересная и надеюсь на вашу активность. Ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Промокод есть на экране, вся информация есть в описании. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Хотел бы вас заранее предупредить, что здесь не хватает нескольких автомобилей, а именно, получается Тесла Кибертрак, Тесла Модел С Плейт, Ауди РС7 в новом кузове. То есть эти автомобили, к сожалению, с помощью туберки заспамить не могу и вам, соответственно, показать тоже не могу. Поэтому, если вы какой-то автомобиль не увидите, имбовый, который классный по управлению там по скорости, значит я не смог его заспамить. Я вам покажу им на те автомобили, которые я смог заспамить, которые я сам выбрал. На свое усмотрение, по своему опыту, я выбрал топ-15 машин, лучшие по скорости и по управлению. Здесь у нас, конечно, сегодня представлено очень много автомобилей, как бы, есть и итальянские, немецкие, там и так далее. То есть, очень много автомобилей, все они как бы разные. Есть суперкары, есть кроссоверы, есть универсалы, там и так далее. То есть, реально автомобилей просто очень много. Постараюсь вам все подробно и компактно объяснить и надеюсь, реально на вашу поддержку, потому что такие ролики записывать крайне сложно и надеюсь, что вам реально этот ролик залетит. Я предлагаю начать с самого имбового автомобиля, как я считаю, по своему мнению, это Lamborghini Aventador SVJ. Это просто очень крутой автомобиль. Максимальная скорость с первым чипом этого автомобиля 311 километров, а с третьим чипом 355. То есть, я реально влюбился в этот автомобиль, но в плане того, что он реально имбовый, я его использую и для догонялок, и для такси, и для, там, допустим, угона машин, если мне нужно куда-то быстро съездить туда и обратно. То есть, этот автомобиль реально со своими задачами управляется очень хорошо. Стоит такая машинка в автосалоне 25 миллионов рублей. Следующий автомобиль это Nissan GTR в кузове 35, то есть, тоже тачка довольно-таки хорошенькая, интересная. Мне именно внешне этот автомобиль очень нравится. По скорости, конечно, он не очень прям имбовый. На первом чипе данный автомобиль едет 277 километров в час. Но, соответственно, с третьим чипом он будет ехать где-то 310 километров в час. Ну, в принципе, это неплохо, но в плане управления машина очень хорошая. То есть, хорошо управляется лево-право, дает реально хорошо. То есть, именно в плане управления тачка реально хорошая. То есть, я подобрал именно в этом ролике самые имбовые машины именно по управлению там и по скорости. На первом чипе 277, это реально очень неплохо. Данный автомобиль стоит в автосалоне 10 миллионов рублей. Итак, ребятки, следующий автомобиль это Porsche 911 в кузове 992. Возможно, в будущем ему поменяют скорость, потому что все-таки такой автомобиль, я считаю, должен ехать быстрее. Данный автомобиль, я не знаю, сколько можно купить, честно. У меня у самого есть такой автомобиль, я реально от него кайфую. То есть, не хватает, конечно, ему немножко скорости. То есть, 283-то маловато. Если бы он ехал там 300 хотя бы, было бы реально хорошо. Следующий автомобиль BMW X5M. С третьим чипом данный автомобиль едет 290. На первом, по-моему, 260, если я не ошибаюсь. То есть, тачка не прям очень быстрая, но как бы 290 на третьем чипе, это очень даже неплохо, я считаю. Бля, реально, судя по тому, как я на ней езжу, такое ощущение, как будто я, знаете, втираю дичь просто. Ну да, она такая, можно не трошки боком похасанить. То есть, как бы полный привод, просто газульку дал, все, сотка есть, там уже и 200 почти. Так это без чипа, понимаете? А если сюда просто и третий чип нитро, как у меня стоит, то тачка реально бомба. Ну, если мы покатались на X5, давайте возьмем конкурента, так сказать. Это Audi RS Q8. X5M на третьем чипе едет 290, а вот эта Audi едет 311 на третьем чипе. То есть, эта тачка будет побыстрее, чем X5. Ну и по управлению, как бы, ничем не хуже. Наверное, даже лучше. Но, в принципе, такая вот пацана-аудюшечка. Купить ее можно только с рук, то есть, она есть в контейнерах. Допустим, X5 можно купить в автосалоне за 17 миллионов, а вот эту Audi можно купить только с рук у игроков. Следующий автомобиль, это Mercedes E63S. Тачка стала имбовая после обновления. То есть, она стала ехать как BMW M5 F90. Но BMW M5 F90, она такая, знаете, дрифтовая, на ней можно так жестко похасанить. А вот именно E-шка, она такая, очень, такая, знаете, управляемая. Но, допустим, на M5 F90 можно подрифтить, а, допустим, на E-шке этого сделать вы не сможете. На третьем чипе данный автомобиль едет 326. То есть, так же сам, как BMW M5 F90. Но, в плане управления, все-таки, E-шка, как бы, лучше. Она такая, резкая, дерзкая. А BMW M5 F90, она такая, знаете, чисто похасани, там, шашечки поделать, бочком позалетать. Следующий автомобиль, это Audi RS6. Честно, как бы, добавили Audi RS7. То есть, такая же аудюха, как эта, только в кузове, получается, седана. То есть, это не в Ресал, а добавили в кузове седана. Но, честно, мне в кузове универсал, а нам нравится больше. Много седанов, как бы. То есть, допустим, M5 седан, E-шка седан. По поводу скорости, честно, не помню, сколько она едет на третьем чипе. Где-то на третьем она едет 290. Без чипа 230, с чипом где-то 260. И на третьем чипе где-то 290. Ну, что ж, следующий автомобиль, это McLaren Senna. Честно, не знаю, сколько он стоит. Его купить в автосалоне нельзя. Ну, ее можно выбить в контейнерах. Ну, цена ее где-то около, там, 20-30 миллионов, я думаю. Тачка тоже такая эмбовая по управлению. На нее нельзя поставить чип, по-моему. Но она без чипа едет, как бы, 280. Прикольная машина, я бы себе такую не купил бы. Мне, конечно, в этом плане Авинтадор нравится больше. Ну, там, где McLaren, там, конечно же, и Bugatti. Bugatti тоже прям эмбовая машина. Я не скажу, что, как бы, Bugatti говно. То есть, Bugatti, как бы, без чипа едет 270. А с чипом будет ехать где-то 310, я думаю, 311. Данный автомобиль можно купить примерно, там, за 20-30 миллионов, я думаю. Плюс-минус. Сальтушечку мы наебнули, да. Спасибо большое. Нарбали так улетели. Bugatti, знаете, она такая, ну, более плавная по поворотам. То есть, видите, я поворачиваю, она такая более плавная. А Авинтадор такой более резкий, знаете, такой юркий. Следующий автомобиль это Mercedes AMG GTR. По управлению, не скажу, что прям вау. У нее, я не понимаю, полный привод, либо задний. Так, у нее задний привод, да. Поэтому по управлению с ней могут быть небольшие проблемы. То есть, без чипа она едет 260. С чипом где-то 295, я думаю, будет. И с третьим чипом где-то 330. Так, тоже машинка у нас любит полетать трошки. Она в автосалоне стоит, по-моему, около 17 миллионов, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, лежачий она, конечно, вообще не любит в этом плане, да. Следующий автомобиль это Bentley Continental GT. Тачка довольно-таки непопулярная. То есть, сюда реально не тросик, третичи поставить, реально будет пушка. То есть, без чипа ей 250. С первым чипом где-то будет ехать 280, 290. И на третьем чипе примерно 320. То есть, если хотите выделяться, если не хотите банальные машины, там, банальные Lamborghini, там и так далее. То покупайте себе вот такой вот автомобиль. Ну что ж, ребятки, следующий автомобиль это электричка. Честно, внешне он мне не нравится. Вообще не нравится. Ни спереди, ни сзади, ни сбоку, ни сверху. Но в плане управления, в плане скорости, машина очень хорошая. Ну, реально, в плане, как бы, скорости, в плане управления, машина реально интересная. Внешне, конечно, на любителя. Это электричка, как бы. Короче, Lamborghini Huracan. Все-таки, Lamborghini и CJ лучше будут. То есть, Aventador, как бы, все равно, в плане управления, в плане ускорения, намного лучше, чем Huracan. То есть, этот автомобиль стоит 20 миллионов, а Aventador стоит 25 миллионов. То есть, у них разница 5 миллионов рублей. Lamborghini, Aventador и CJ намного быстрее и лучше, чем Huracan. Ну, а так, именно по скорости, по управлению, как бы, Huracan тоже очень хороший. Максимальная скорость без чипа у него получается 200... Нихера себе, 266. То есть, чипом он будет ехать где-то 295. И с третьим чипом где-то 330. Ну, что ж, ребятки. Audi R8, по факту, тот же самый Huracan, только в другом обличии. Если вы, допустим, хотите машину, как Huracan, допустим, там, по управлению, по скорости, и не хотите, как бы, переплачивать, то берете R8. То есть, R8 стоит, там, 7-8 миллионов, по-моему, в автосалоне, а Huracan стоит 20. Ну, как бы, по скорости, по управлению, они, как бы, реально одинаковые. Может быть, там, Huracan чуть побыстрее будет. Ну, что ж, ребятки, последний автомобиль, это, получается, Chevrolet Corvette ZR1 в кузове C8. То есть, эта тачка тоже, ее нельзя купить в автосалоне, но в плане скорости, в плане управления, она реально неплохая. Но есть очень плохой минус, это то, что при торможении ее начинают носить. То есть, ее начинают реально швырять. Именно жопу, знаете, лево-право начинает жопа вот так вот просто летать. Не знаю, с чем это связано, то есть, ну, в целом, по скорости, как бы, без чипа 266. С чипом где-то она будет ехать 300 километров. Ну, короче, есть у нее такой косяк, то, что при торможении ее немножко кидает. Как бы, по скорости, по управлению, машина хорошая, внешне на любителя. Ну, что ж, ребятки, наконец-то я вам показал все автомобили. Для вас, я не знаю, сколько времени прошло. Для меня прошло времени около часа. Пока еще машины создавал, там, расставлял, там, и так далее. Но, надеюсь, то, что это было не зря. Надеюсь, то, что вам это видео понравится. Можете написать в комментариях, каких автомобилей здесь не хватает, как бы. Ну, а так, я вам показал топ-15 лучших машин. Некоторые машины есть в автосалоне, некоторые только можно с рук купить. В любом случае, я считаю то, что ролик реально интересный. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.